кудрин заявил что нужно идти на уступки западу и снижать напряженность любой ценой именно это по его мнению действительно остановит введение против россии новых санкций и даже приведет к их полной отмене и к сожалению история показывает что прогнозы кудрина сбываются так еще в то время когда владимир путин заявлял что пенсионной реформы не будет кудрин твердил о ее проведении как раз в 2018 девятнадцатом годах а сейчас он указывает что это кремль виновен в санкциях так неужели сделают по-кудрински и пойдут на любые уступки вплоть до сдачи страны своим мнением об этом с накануне тв поделился президент института национальной стратегии михаил ремезов правительства около правительных кругах крупного бизнеса заинтересованного сохранение своих позиций на западе и так далее при этом представление о том что можно добиться улучшения или даже не ухудшение санкционного режима за счет пассивного ожидательной позиции или косметических небольших уступок абсолютно беспочвенно абсолютно санкционной войны именно в том что американцы управляют неопределенностью они управляют ожиданиями таким образом чтобы бизнес руководители других государств партнеров россии исходили из того что в любой момент то что разрешено сегодня может оказаться запрещено и вот это вот управление негативными ожиданиями создает поиск рисков зону рисков зону токсичности вокруг российской операции российского бизнеса которая собственно является главным эффектом санкции поэтому чтобы токсичность эту убрать россии стоит любой ценой дружиться с западом уверен кудрин даже если придется сдать страну и слезно просить о прощении по сути это он и предлагает думать что это москва будет вести себя аккуратно осторожно и более-менее сговорчиво эта технология по созданию спецпольза токсичности вокруг россии перестанет работать это абсолютно нелепость и наивность наверное это можно достичь ценой серьезных геополитических уступок но эти геополитические уступки будут равнозначны демонтажу российской федерации как государства нельзя вернуть крым не прекратив существование как государство то есть это будет слом морального хребта абсолютная деморализация и потери смысла существования страны то есть дешевого сценария поражения в новой холодной войне не существует элиты советского союза тоже думали что можно выйти из холодной войны оставших при своих это невозможно она поражение шестака она будет такой же высокой как в предыдущий раз с потерей территорий с колоссальной политической мазковского социальным коллапсом и деморализации выводом ценности на триллионы долларов и так далее вот это будет цена поражение поражение которым цветут серьезные геополитические уступки россии обойтись малой крови здесь не получится ну а что делать если хочется наладить отношения с западом и снять санкции тогда нужно не о пресловутой стабильности по телевизору говорить а серьезно перестраивать экономику и выбивать пятую колонну из власти михаил ремезов уверен понадобится пятнадцать двадцать лет на то чтобы перестроиться и устоять но готов ли на это кремль с его постоянными реформами и реформаторами если желание наладить отношения западом до это возможно в течение полутора двух десятилетий при условии что россия сможет адаптировать свою экономику систему управления к условиям экономической войны вот если российская экономика и российская государственная система покажут способность адаптироваться, перестроиться к реалиям новой холодной войны и экономической войны, бессрочной. Тогда есть некоторые шансы на то, что в течение довольно длительного периода удушающий режим теряет смысл актуально. Применится контекст международный и так далее. Вот это единственный способ нормализации отношений с Западом без неприемлемых колоссальных потерь. И здесь вопрос не куплен, вопрос большому политическому руководству страны, которое вступило в новую холодную войну с Западом в ситуации, когда в высших слоях элиты колоссальное прозападное лобби сохраняет ведущие позиции. Если мы их не остановим, то нас не будет как страны.